Гутен Морген, Гутен Таг, Гутен Абенд, господа и привнушные к ним дамы, мы записываем сегодня виски. Виски необычный, потому что он вроде бы из линейки, которую все знают, но которая, на самом деле, довольно лимитированно представленная. Линейка, то есть производитель это Джонни Уокер и у нас сегодня будет презентация, скажем так, да, Green Label. Давай раздвигать эти ворота счастья и я его... Да, Green Label, 15 лет выдержки, это единственный в линейке у производителя Джонни Уокера. Бленд Молт, то есть 4 молотовских спирта, то есть от производителя, у них даже вот есть на карте написано, где находится. Талискер, ну извини. А, ну вот отсюда хорошо видно. Нет, тут название, а тут по карте есть. Вот я покажу людям, чтобы Талискер островной, Кауилла тоже островной, Кауилла, если не ошибаюсь, по-моему, это остров Айла, да, Линквуд и Крэген Морр. Это... Да. Ну, как говорили знающие люди, раньше вроде было больше дымка. Много недвизы, вот так. А, окей. Раньше вроде было много дыма, сейчас вроде стало чуть меньше. Как бы мы уже рассказывали более-менее про историю в записи про Black Label. Да. Вот. Здесь 15 лет стандартный. Мы уже выяснили, что очень юный товарищ очень интересно приобрел целую видокурню. Ну, пешеход. Знаменитый пешеход. Давай, короче, Ваня, открывать. А давай по ценнику сейчас сразу скажем. А, да. Да, по ценнику нам, к сожалению, эта бутылка досталась за 4 тысячи плюс, но по... Российских рублей. Да. Приехала из России, в Беларуси мы его не нашли, ну, чтобы вы понимали просто. Ну, по крайней мере, в Могилеве у нас его... Ну, я не знаю, я сколько смотрел по магазинам, да, я его не видел. Может, он как-то приводится, возможно, любители его забирают там практически сразу. Вот. Так мы, в принципе, по акциям, по более-менее, там, сопоставимым ценам должен стоить где-то около 3 500-3 700. Ну, мы за 4 купили. Да, так получилось. Ну, у нас уже добрая традиция переплачивать за... Нам опять зрители из России напишут, типа, ребят, за 3 норм. Вы, конечно, лохи. Ну, да, ну, типа, мы такие. Ну, как получилось, да. Ребят, будем жить в Москве, обязательно будем покупать по акционным ценам. Давай открывать? Да. Кстати, я пока открываю, скажу, что, типа, мне, на самом деле, больше нравилось, я просто по внешнему виду старый релиз. У них прям упаковка была такая немножко фантастическая, немножко в стиле фэнтези. Здесь это, ну, такой... Я коробку уберу? Пешеход классический. То есть Российский Федерацию акцизы. Хорошо, что не здесь акциз, а вот здесь, внизу. Вот, куда исправлены виски. Ну, состав классический. Солодовые, выдержанные дистилляты. Краситель Е-150А. Да, к сожалению, краситель есть, но, в принципе... 15 лет здесь? 15 лет, да. Ну, минимальный срок спирта, который сюда заливают, это 15 лет. Так, что еще, Ваня, ты хочешь сказать? Да ничего особо, ну... Ну, тогда я... Потому что, ну, я уже говорил, что это единственный молотовский, чисто молотовский. Мне нравятся вот в этих, знаешь, широкие вот эти вот отрывашки. Можно я тебе или кому-то? Так, по крепости, по-моему, 40 с чем-то, 43 градуса, да. Объем 0,7 литра. Ну, 43! Ну, скажем так, для нас это уже сейчас, на самом деле... Это нормально. Это стандартно, потому что... Это не 50+. Не, понятно, что, типа, ну, это уже не 40, это уже маленький шажочек, но... Так, дадим с тобой троху ему подышать? Давай мы, наверное, понюхаем, что есть сразу и... Ну, давай сразу и потом решим. Да, стоит ли ему добавить? Ну, вообще, в любом существе решать, давайте. Не, ну, это... Это неплохо. Это хорошее, прям даже и сладость классная. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Ну, ты будешь сейчас меня ругать за эти сравнения, но я... Ну, я думал, что это может понравиться. Малкий шмал, то есть шоудерс, вот что-то, что-то это... Нет, здесь дымок есть хороший. Знаешь, я не столько дым, я здесь очень хорошо чувствую фрукты, цветы. Ну, цветы... Даже цветов больше. Не знаю, цветы, наоборот, у меня на заднем плане. У меня вот фрукты есть, причем такие еще свежие, то есть это не сухие, которые... У меня здесь всякие, знаешь, там, зеленое яблоко вот такое свеженькое. Яблоко есть, да, слива какая-то вот такая свежая. Я вот как-то дымки мне мало. Есть, она как бы на втором, на третьем плане, но она есть. Она в отдалении. Но она прям, она фиксирована, эта дымка, то есть такое ощущение, что дым, он вот каким был, таким остается, а в плане фруктовости это меняется. Я тебе хочу сказать, что очень многогранно яркий запах. Я не буду сейчас разбирать по составляющим, мне потому что не нравится разбор по составляющим, это сугубо личные эти самые... В сравнении с Black Label, это, конечно, просто огромнейший шаг вперед, даже по запаху. Во-первых, Black Label был куда более спиртуозный. Да, да, причем, что мы не давали ему ни выстоять, ни подышать, просто вот чисто из бутылки, как есть. Этот гораздо... Ну, вот это вот, ты знаешь, вот разница односолода и... Ну, это не односолод, это молотовские... Нет, ну, хорошо, молотовские односолоды, да. Ну, да, разница этого и купажированная, ну, все-таки присутствует. Она есть, нету этой спиртуозности. Вот там была спиртуозность, как бы, при том, что там был уникальный тоже запах, и так далее, но... Ой, блин, ну, здесь такие фрукты прямо яркие. Классно, 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 да, но вот, я не знаю... Это так... Слушай, тут есть и сухофруктовый компот, но он больше свежий, конечно. Это вот, да, вот знаешь, типа, не знаю, там, как в школе, когда тебя закрывают, компотик наливают. Фруктовый компот, ну, фруктовый компот. То есть, невыдержанный, когда у тебя уже прям такой вот... Давайте дальше составляющих сильно не искать. Да, их тут немного, на самом деле. Основной это фруктовый компот. Они вот такие, вроде бы, и там, и там, и там. Каждый может унюхать, там, кто-то сливу унюхает, кто-то вишню, кто-то яблоко. Даже на медке такие, на мед что-то есть такое сладость. Ну, давайте вот превалирующая есть сладость. Есть фруктовость вот такая именно яблочная... Ну, вот это именно направлено. Груша, груша, яблочная направленная, да, вот это. И есть дым, но он там такой на втором, на третьем плане. Там, может, даже не компот, может, какое-то пюре такое вот что-то отдаёт. Ну, короче, это мы уже, Ваня, это начинается, как Женя называет, 20 минут на открыток чековании. И искать, искать того, что нет. Да, давай попробуем просто, потому что, мне кажется, это хорошо. По запаху. Попробуем основать. Так, ну, в куше гораздо больше дыма. Во вкусе вот только угольно хорошо. Дым, дым, торф, он идёт хороший. Ну, типа, не прям хороший, типа, это не айла. Это далеко не айла. Это более деликатное. Потом шоколад идёт. В конце переходит вот на фрукты. После вкуса средней длительности. То есть, это нормально. Это здорово. Ну, мне вот, я хорошо почувствовал дым, торф. О, и вот сухофрукты пошли, уже прям выдержанные. В конце и во вкусе именно пошли сухофрукты. И у меня кофейность, да, есть. Дальше я уже тяжело различаю. То есть, ну, это дальше уже надо там, знаете, вот это. Нет, дальше, дальше с пейсайд пошёл. Это шпала, которая пролежала 124 дня. 18 часов и 32 секунды. И 32 секунды, да. Ну, просто я стебу уже, Ваню чуть-чуть. А меня? А я думал, да, я его стебу. Ну, ладно. Нет, на самом деле, вот он интересный. Он в запахе более фруктовый. А во вкусе у него более выражена дымно-торфовая составляющая. Да, тем более она первой идёт, такой прям хорошей составляющей. Ну, это первое, что почувствует любой человек, кто вот выпил. Понюхал, выпил, понюхает, почувствует фрукты. Выпьет, почувствует дымно-торфовую составляющую. Нет, он, вот я не знаю, для меня вообще, в принципе, Джонни Уокер, не буду брать, ну, мы записывали только два, не буду брать младший этот red label. Да, вот что касаемо black, green, я могу сказать главное. Я скажу, что green лучше. Это понятно. Представители вообще этого напитка, в чём особенность? Понятно, там ценники высокие, ещё что. Но у них именно есть особенность купажа. Не знаю, то ли мастер-дистиллятор классный, то ли что. То есть, они именно разнообразные во вкусе. Я бы сказал, что у них узнаваемость, вкусозапах есть. То есть, ну, если так усугубить ситуацию, то при слепых дегустациях наверняка этот напиток смогут различить от десятков других. Ну, мне кажется, вот, допустим, вот его поставь рядом, monkey shoulder, ещё что-то. Monkey shoulder – это другое направление. Нет, я имею в виду, там чисто фруктовое. Там какой-нибудь black buff, ещё что-то. Я просто начну, понюхавши, та-та-та, но попробовавши, я точно распределю. Не, ну, блин, ты сейчас говоришь про напитки. Здесь, допустим, талискир в составе. Там этого нету, там чисто спейсайд. Не, ну, хорошо, Вань, так можно другого заколопаться. Нет, я не в этом делал. Ты просто сейчас говоришь про сравнение, как в слепую, да? Я имею в виду, типа, ты в слепую там возьмёшь, условно говоря, чисто талискир, именно чисто молотовский, да? И чисто вот, допустим... Умно, но это же отличается очень сильно. То есть, в сравнении этот напиток, он даёт... Я не знаю, как сказать. Типа, каждый из спиртов даёт свой характер. Ну, понятно, да. Вот, а иногда бывает такое, вот, как мы Биг Пит пили, там было такое, что там, наверное, один спирт давал, наверное, больше всего проектировал над всем. А здесь прямо... Просто было больше, наверное, процентная составляющая ещё. Ну, значит, здесь как-то подобрал. То есть, ему честь и хвала, что это всё здорово. Опять же, это в этом и есть вот это вот технолога искусства, собрать... Его задача, да, то есть, да. Из данных состояний. Ну, это как художнику. У всех же, знаешь, одна и та же палитра красок, да? То есть, она и перед ними. Ну, понятно, да. А каждый смешивает по-своему. Как он хочет, да-да-да. И получает вот эти вот цвета. У кого-то красный рубиновый, у кого-то... Да, это прелесть пажиранных виски, ну, в данном случае это блендмолт. Давай ещё разочек хлебнём этого счастья. Как различие. Ну, он, кстати, я вам хочу сказать, ребят, что он легко пьётся. Небольшими глотками, правда. И дымок классный, дымок, то, что я люблю, не выбивающий. Нет, дымок хороший. Не выбивающий именно, а плавно подёсном так раскатывающий. Он очень аккуратный. Нет, это классно. Вот опять же, вот этот виски я считаю более собирательным, чем Black Label гораздо. И более, как это сказать, более завершённым, что ли. Более, ну, то есть, вот Black Label... Более лаконичным, то есть, понятно, что... Black Label, там такое чувство, знаете, как, что там вот ещё намешали, но там ещё торчат где-то... Там же, может, за счёт лишнего спирта, да, не пошло. А вот здесь оно вот... Ну, знаете, такое чувство, что это уже работа мастера. Он вот прямо собрал, и это вот собрано, детали подогнаны одна к одной. То есть, оно комплексно воспринимается. Это вот, Олег очень классно сказал, это реально вот как конструктор. То есть, вот собрали 4 разных винокурня, да, то есть, спирта от них, и вот так, типа... И оно чувствуется практически всё. Ну, может быть, там Спейсайд немножко, я, может, как не знаю, что они производят, вот эти, как, Кравенмор и Линку, да, по-моему. Да, ещё, может быть, я их там не различаю, типа, у меня просто направление туда там, уже разбирать не буду. Вот, а Талискер, что у нас там, и Каул Ила, даже с учётом того, что я не пробовал Каул Илу и Талискер до этого, я прекрасно понимаю, что там есть. Там есть вот эти различия именно, вот как, допустим, там в Лаговулине были, да, то есть, там различия есть именно дыма, именно направление фруктового, именно направление такого сладкого какого-то мёда, потому что здесь мёд хороший есть, особенно он во вкусе. То есть, это, не знаю, это вообще просто прикольно. Надо подводить итог, потому что мы затягиваем. Так, у меня пока что переход, я сейчас скажу просто оценку, ты из того, что я скажу, решишь либо вверх, либо вниз. Короче, у меня между 8,5 и 9, вот, типа, вот. У меня 8,5. Значит, 8,5 решаем. Я 8,5 делаю до 9. Я могу сказать, типа, мои требования, почему нет. Мне до 9 не хватает немножечко. Я объясню, мне здесь хорошо, мне нравится, мне нравится, как составлено. Мне, что ли, как-то, уже 9, вот я считаю, 9 это уже напитки, которые вот искрой прямо тебя пробивают. Нет, я просто, почему у меня была мысль насчёт девятки, потому что это всё-таки блендет молд. Это нужно понимать, что и 15 лет, и это очень ярко. То есть, это вообще не спиртово, то есть, это очень здорово. Почему я, наверное, хотел немножко скинуть полбалла и на 8,5? Потому что нету какого-то такого именно, я не знаю, я не могу сказать про этот напиток, но нету какого-то такого характера, который именно тебе вот прям тух и всё. То есть, ты его выпиваешь, и ты чувствуешь эти четыре разные. То есть, для тебя вроде бы на дистанции пить, он мягкий, реально мягкий. Это здорово. Ну, просто хочется... Ну, я не знаю, как он будет питься вот прямо... Не, ну... Это не пьяночные, опять же, виски. Не знаю, для меня, на самом деле, это вот, знаешь, типа, если мы идём на пьянку... Пограничная. Если мы идём на пьянку, где мы собираемся, там, 5-6 человек, и мы будем там бухать 8 часов, тогда, наверное, нет. А если мы собираемся на пьянку, где мы просто с тобой приходим и... Ну, хотим по 300 грамм выпить виски. Если вдвоём, втроём, вот как мы с тобой с Женей собрали, посидеть просто несколько часов, посидеть, разговаривая, просто в бокале болтая, да. Что очень сильно нравится, вот я сейчас выпил, да, я прочувствовал весь дым, но в отличие от всех дымных вискарей, сейчас этого дыма нету на языке, который остаётся. Кстати, он быстро... Да, то есть, это очень сбалансировано, это очень здорово. В общем, Ваня, закрываем. Ну, давай, наверное, да, на 8,5 остановимся, вот это, наверное, такая... Ребят, 8,5, в общем, вот... Сбалансированная оценка для сбалансированного напитка. Да. Всё, до новых встреч, бывайте здоровы, живите богато, пишите письма, а лучше комментарии, конечно... Можете даже гневные. Да, можете даже гневные. А ещё лучше, вот смотрите, у вас же есть друзья? Приходите к ним в гости, можете с Green Label, можете с Black, можете... Если найдёте, конечно. Приносите. Они говорят, а что это такое? Ты говоришь, а я сейчас покажу, и на Ютубе наш каналчик сбиваете. И пока человек смотрит, вы от него подписываете. Да, и сопоставляете ваши ощущения с нашими. Понимаете, да? И вам интересно, и нам... Ему интересно, и нам подписчикам, понимаете? Ну, то есть, вот так вот мы работаем. Хотя бы просмотры, ладно же, подписчики, хотя бы просмотры. Хотя бы... Нет, у нас просмотров-то дофига, ну, как бы хватает. Ой, ладно, тебе уже дофига. Надо бы подписчиков добавить. Ну, да. Ребят, нас мало, но мы в тельняшках. Ну, не сегодня, конечно, но я иногда бываю. Ждите этот обзор, он спорю будет. Морячок будет ещё, не переживайте. Всё, до новых встреч. Ну, хорошо.